Продолжаем разбираться с LP2. У нас снова повтор. Это тема инициализация в стиле SystemD. Они не намного глубже просят ее разобрать, но мы попробуем с вами копнем немножко поглубже, чтобы хоть как-то было интересно. Ну и я много дам, наверное, ссылок, чтобы вы могли почитать и разобраться. У нас будет разбито несколько частей. В первой части будем в основном смотреть презентацию, потому что SystemD это такая серьезная штука. Про нее очень много написано, наверное, книги целые есть. И поэтому, прежде чем копаться глубже руками, какие-то основные компоненты на слайдах разберем. Итак, у нас с вами тот же самый 202.1. Разбираемся теперь с SystemD. У нас на всякий случай, я напомню то, что у нас в Ubuntu это выглядит так. SystemD появился с версии 15.10. В CentOS 7 и в текущем 8 он уже тоже есть. В прошлый раз очень хорошо подкомментировали вы о том, что есть множество до сих пор современных дистрибутивов, которые используют CSV, который намного меньше требует ресурсов, который в целом так попроще, и поэтому он используется в каких-то таких дистрибутивах для каких-нибудь встроенных железок, для разнообразных контроллеров, маленьких плат и прочего, и прочего, и прочего. То есть, в принципе, CSV действительно еще полезно изучать. Я уже как бы далеко от этого ушел в сторону облаков. Там у меня все дистрибутивы такие более мощненькие, но, к слову сказать, бывает, что есть минимальные какие-то контейнеры, в которых, может быть, он тоже встречается. Я, опять же, на этот уровень давно не опускался. И пока мы с вами говорим о SystemD, нас просят также говорить про LSB. LSB — это Linux Standard Base. Тут, на самом деле, показывать мне нечего. Я взял картинку из интернета, мне не очень интересно копаться в этом, но, по сути, это просто стандарт. Это набор стандартов. LSB — это такой совместный проект, который делает Linux Foundation и куча кого. Они на базе уже существующих стандартов, таких, например, как POSIX, которые у нас описывают, там, не знаю, иерархию файловой системы, уровни запуска, там, расширение X-систем. Они еще, как бы, определяют стандартные библиотеки, команды, утилиты. То есть, в принципе, они используют существующие стандарты, немножко их дорабатывают. У нас есть в нашем Centasi команда LSB Release. Так как у нас LSB определяет, в принципе, формат линуксовых операционных систем, и что нужно делать для того, чтобы подходить под этот, как бы, стандарт, эта утилитка, она есть, как правило, во всех дистрибутивах. Правда, вот у меня Centasi минимальный сервеный, здесь, видите, ее нет. Тогда мы нашим Ямам родным скажем, Ям вот provides, что предоставляет нам утилитку LSB Release. У нас это, видите, пакет RedHat LSB Core. Говорим, окей, Ям, Install, RedHat LSB Core. Он ставит множество всего, и после того, как он поставит все это, мы с вами сможем посмотреть, какая у нас, собственно, какая версия LSB у нас здесь есть. Вообще все про нашу операционную систему с точки зрения этого самого стандарта. Нужно сказать, что LSB Release 4 был в 2011 году, 5, по-моему, в 2016 году, и этот 5 у него уже нет обратной совместимости с какими-то предыдущими версиями, поэтому, насколько я знаю, на этот LSB 5 не особенно там перешли. Может быть, вы знаете, кто перешел и скажете мне. Значит, LSB Release с ключом минус А, минус Ол, мне покажет все. И вот я вижу то, что у меня CentOS, вот его релиз, и версия LSB у нас вот 4.1. Это та версия, как раз, по-моему, которая 2011 года. То есть у нас сейчас в 2020 году, у нас 20-й год сейчас с вами, не 19-й, вот я взбиваюсь периодически, еще они сидят на версии практически 10-летней давности. Ну, никто особенно не бежит за этим стандартом. Кроме того, у нас LSB часто критикуют за то, что они не принимают предложения о других проектов. В частности, Debian, они как бы так, так скажем, игнорируют его предложения, они настаивают, что формат пакетов у нас должен быть RPM-ки. Мы их здесь наверху смогли видеть, как он их ставил. Вот они все эти RPM-ки. Когда вы знаете то, что у Debian и Ubuntu свой ДПКГ формат, в общем, там с ними много геморроя. Кому интересно, почитайте про LSB, про POSIX и так далее. Мы же с вами вернемся к презентации. И в презентации будем говорить о системе D. У меня есть вот этот вот слайд, опять же, из интернета. Этот слайд, по сути, говорит нам много, очень много о системе D. Нам с него, в принципе, далеко уходить не надо. И мы сегодня успеем разобраться только с его, так скажем, нижней третью даже, наверное, только. Значит, сам по себе системе D у нас это такой диспетчер задач, служб, который вообще выполняет все для запуска нашей системы. По сути, замена CSV. Это там парализация, сокеты, шины, запуск демонов, отслеживание и так далее. Очень сложная, интересная штука. Мы сейчас про нее будем разговаривать. Значит, она использует такие, так скажем, новые компоненты ядра. Они уже не новые, я уже не знаю, сколько их лет. Как, например, вот у нас здесь снизу перечислены три. C-Groups, AutoFS и KDBAS. Давайте вот про них немножко поговорим. Значит, контрольная группа C-Groups. Это у нас группа процессов в Линуксе, для которой механизмами ядра можно установить изоляцию, ограничения на какие-то ресурсы и управлять в целом ими. C-Groups, контрольная группа, изначально придумали в Гугле. И в ядро Линукса это перекочевало все в 2008 году. Значит, это очень интересная штука. Я брошу вам статью на Хаббер, ссылку на Хаббер, там очень интересно все показывают. В нашей кастоле выполним команду systemd. control-groups-ls, cg-ls. И она показывает, какие у нас есть контрольные группы. Из интересного мы здесь видим, что у нас есть понятие slice. Мы сейчас вернемся к слайду и увидим. У нас есть user slice, у нас есть рутовый slice, system slice. То есть у нас такие вложения slice, таких ломтей, областей. В общем, такое логическое обобщение того, что у нас сейчас запущено. И вот такое иерархическое дерево. Мы можем, в принципе, сказать еще стандартную нашу команду systemctl status. Она у меня скопирована. И она, среди прочего, покажет то, что у нас есть с вами cgroup корневая. И вот в нее пошло, пошло, пошло вложение. Есть у нас у systemctl еще вывод юнитов. Наверное, нужно вернуться нам. Давайте вернемся к слайдам сначала. Вот здесь у нас есть понятие юниты, видите. Есть куча различных юнитов. И на следующей странице у меня в презентации эти юниты я перечисляю, мы к ним вернемся. Сейчас нас интересует slice. Это то, что нас как раз определяет наборы контрольных групп таких. И у нас есть наша утилитка, вот она слева сверху, systemctl. Вообще, если вы по этому слайду побегаете по всем понятиям, что вот здесь вот есть, и погуглите их в интернете, почитаете, будет очень-очень полезно. Так вот, мы возвращаемся сюда и говорим systemctl минус list units есть, или минус минус list units, сокращенный минус l, то есть покажи юниты. Только давайте мы, наверное, скажем systemctl, покажи нам юниты. По умолчанию, когда мы не даем никакой ключ, это равносильное минус l. Поэтому я его просто не буду писать. Минус t slice. Надеюсь, я вам сейчас глупост не говорю. Так, и вот мы видим, сколько у нас есть этих слайдов. Systemget, SSH, systemd. Это вот это вот все наборы таких вот слайсов, по которым можно работать с ограничением ресурсов. Опять же, у нас LPG нас вообще не просят сейчас с этим разбираться. Это я вам показываю, чтобы так было немножечко повеселее нам копаться в этой штуке. Значит, еще у systemctl есть, даже у systemd, есть диспетчер задач такой, для, даже диспетчер задач, мониторинг, топ. Только не просто топ, а топ для контрольных групп, который показывает нам, какие у нас контрольные группы, сколько используют ресурсов. И вот он нам показывает, что у нас здесь, как вот, что юзает. Сколько задач выполняется, какой процент процессора и так далее, и так далее, и так далее. Если бы у меня это был сейчас сервер, на котором запущены Docker контейнеры, виртуальные машины и так далее, мы бы здесь увидели намного интереснее картину и намного интереснее дерево. Потому что у нас как раз-таки контейнеризация, виртуализация, Она активно использует эти контрольные группы, чтобы распределять ресурсы вычислительные, чтобы изолировать виртуалки друг от друга, но это прям очень-очень-очень глубоко, но полезно знать. Так, возвращаемся к нашему слайду. В нашем слайде про C-Groups мы сейчас немножко поговорили, поговорили немножечко про слайсы. У меня в Unity, кстати, здесь нету слайсов. Юнитов намного больше, чем на этой картинке, слайсов нету, к сожалению. Теперь поговорим про AutoFS. У AutoFS, это опять же, вы видите, мы сейчас говорим о том, что поддерживается на уровне ядра, то есть теоретически можно собрать ядро с этими компонентами, с поддержкой этих компонентов, без поддержки. Должны быть модули ядра, которые за это отвечают, но это так все глубоко в ядре находится. Кому интересно, вы можете это уже все давно сами посмотреть. Значит, цель AutoFS, это у нас по запросу монтировать и демонтировать файловые системы. Это может быть флешки, CD-ROM, сетевые устройства и так далее. Есть очень хорошее описание на сайте kernel.org, с которого мы с вами ядро скачивали недавно, я вам брошу. И есть хорошая инструкция по тому, как настроивать этот AutoFS. Что здесь нужно знать? Этот AutoFS позволяет нам гораздо быстрее загружать нашу операционную систему, не дожидаться каких-то медленных сетевых хранилищ и так далее. Можно параллельно много что делать. И можно не сильно привязываться к именам и к айдишникам. То есть здесь, как во всем SystemD, все выглядит немножко страшнее и немножко запутаннее, чем в SysV. Но зато работает, как правило, удобнее и стабильнее. До поры, до времени. То есть если вам не нужно никак извращаться. Если вам нужно извращаться и что-то там кастомизировать, вы зайдете с ума. Но это я отвлекся. Возвращаемся, значит, в нашу консоль. В нашей консоли давайте установим утилитку, которая работает с AutoFS. Сейчас у нас этой утилиты нет, но она нам особенно и не нужна. У нас как бы там все это уже решается на уровне SystemD нашего. Но я ее поставлю просто, чтобы вам показать, в каком направлении копать, если вы вдруг решите этим повозиться. Значит, яминстал AutoFS. Вот у нас этот с вами AutoFS. И когда он у нас установился, у нас с вами появляются несколько файлов. Основной файл у нас это sysconfig.autofs. Здесь у нас его настройки. Вы можете почитать, можно кучу опций ему передать и так далее. И есть еще такие файлы, как, например, auto.dot. И вот у нас есть automaster, automisc, autonet, autosmb. Различные настройки для монтирования того, что у вас есть, того, что у вас может быть. Можем посмотреть, например, automaster. И здесь тоже свой синдекс. Здесь вот уже поинтереснее показано то, что вот как у вас mount point надо указывать, как у вас что, куда может подключаться и так далее. Опять же, это сильно за рамками того, что просит нас LP. Я просто показываю, чтобы это были не пустые слова, а какие-то еще картинки и команды на консоли у нас, чтобы было интересно. Значит, про tfs что нам нужно знать? Мы всегда, да и я, как правило, до сих пор сейчас, если нам нужно что-то смонтировать, подключить, не знаю, новый диск, новый раздел, там, сетевую папку, еще что-нибудь. У нас все это находится в файле etc.fstab. На том же Амазоне, еще где-нибудь, если я добавляю какой-то диск, я потом захожу в этот файл etc.fstab, смотрю ID-шник диска, указываю ее ID равен ID-шник диска, куда его монтировать, какой тип файловой системы и так далее. Как видите, здесь у нас сейчас всего три штуки смонтировано. И в современных systemd-дистрибутивах здесь, как правило, очень мало записи. Дело в том, что у нас уже в systemd это все решается самим systemd. Собственно, если мы с вами сделаем df-h, посмотреть свободное место, например, на дисках, мы увидим, что у нас здесь немножко побольше. У нас несколько файловых систем, у нас есть df, device temp, file system. Ну и еще здесь может быть много-много всего. Опять же, если мы сейчас запустим с вами виртуальные машины, докер-контейнеры и так далее, у нас здесь будет побольше всего. Вы можете тоже опять поэкспериментировать. Так вот, дело в том, что у нас у systemd есть, опять же, свои юниты. Сейчас мы к ним вернемся, к нашей презентации. Значит, есть такие юниты, как mount. Вот у меня здесь описан, mount. Этот mount, как юнит, это точка монтирования. То есть это отдельный, ну, скажем, юнит-файл, в котором указано, что куда монтируется. Есть еще такой подраздел auto-mount. Это точки автомонтирования, которые должны быть привязаны обязательно к точке монтирования. То есть это у нас все, всем вот этим вот управляет systemd. И в том числе монтированием. Возвращаясь в консоль. Значит, мы с вами можем посмотреть systemd.ctl. Точно так же, как мы с вами смотрели слайсы. Давайте посмотрим теперь маунты. Так вот, у нас есть маунты. И вот у нас сколько маунтов. У нас есть наш загрузочный маунт. У нас здесь есть такие конфигурационные, дебажные для ядра, для устройства и так далее. Можем даже посмотреть auto-mount. Auto-mount. У нас только один такой auto-mount. Вот он здесь указан. Мы сейчас глубоко залезли сюда обычно, но я не знаю, кто сюда лезет. Я сюда никогда не лез, но тем не менее, вы знаете, что это можно сделать. Из интересного нужно сказать то, что есть даже утилита, которая позволяет вам текущие настройки, текущие параметры из ETC FSTAP'а превратить в маунт-пойнты для авто-FS и для систем-D, если вдруг вам это для чего-то может быть нужно. То есть ETC FSTAP у нас так уходит в прошлое, и у нас вот начинает все на уровне систем-D делаться. Ну и последнее, что я хотел показать на уровне этого слайда, на его нижней части, это D-Bus. У меня вот здесь вот написано, что в Linux-кернеле KD-Bus на слайде. Я на сколько почитал, и опять же так глубоко обычно не лезу, KD-Bus хотели предложить засунуть в ядро в 2015 году, но, по-моему, что-то это ничем не закончилось, и там у нас обычный D-Bus. Шина межпроцессорного взаимодействия, которая позволяет нам в приложении между собой общаться, с операционной системой и так далее. То есть шина, через которую у нас между собой болтают приложения, операционная система и приложения между собой. Тут мне пока особенно в консоли нечего, ну кроме того, что вот видите, мы сейчас чуть-чуть заглянем на уровне повыше, здесь есть куча библиотек систем-D, библиотека, например, которая отвечает за криптографию, за оболочку, там, обертывание TCP-пакетов, и вот здесь есть D-Bus 1, например, библиотека. Это все, как правило, нужно разработчикам приложений под Linux. Нам здесь может пригодиться посмотреть D-Bus, не знаю, Diamond, минус-минус version, посмотреть, какая у нас версия D-Bus на этом центре. И вот мы видим то, что у нас версия 1.12.8. Вот она, без гарантий. В принципе, мы можем посмотреть все библиотеки, раз у нас там на предыдущем слайде были библиотеки, командой LD-config, ну скажем, минус print. И вот она показывает все-все-все библиотеки. Можем посмотреть все, что относится к шинам, к греб-бас, и увидим то, что у нас к басам относятся только D-Bus 1 и D-Bus G-Lib. Это LibUSB и LibUser, это не басы. Это я так вот просто мне выделил. Ну и вернемся к нашей презентации. Значит, мы с вами поглядели, Кирнел поглядели, то, что есть куча библиотек, и немножечко посмотрели сейчас на юниты. Последний слайд про юниты еще раз я вам покажу, и в следующий раз мы с этого места продолжим. Значит, куча юнитов, которыми может работать истендит. Сервис юниты, это то, что у нас отвечает за службы, за демоны, как угодно называть, за сервисы, за запускаемые какие-то приложения с ними. Могут быть связаны сокет юниты, которые отвечают за связь с сервером, сервисом и пас юниты. Опять же, если нужно как-то связаться с сервисом через какой-то, не знаю, через сокет, например, через какие-то пути. Mount, автомаунт поговорили. Точно так же систендит может работать с юнитами девайсов. Не у каждого устройства будет девайсовый юнит. Это все там определяется кучей различных параметров. Есть таймер юниты, по сути, планировщик задач типа крона. Свап юниты для подкачки. Таргет юниты, это важная часть, мы про нее уже говорили с вами несколько лет назад, когда говорили про систендит. Это аналог ран-левелов, на каком уровне что запускается. Слайз юниты говорили, это то, что связано с контрольными группами. Это отдельная область, достаточно интересная, которую я вам рекомендую самим поизучать. Затем есть скоупы, такие области для управления процессором, тоже это все привязано к контрольным группам. Можно посмотреть, будет интересно. И есть у нас еще снапшоты. То, что отвечает, как скажем, за снимки состояния системы. То есть можно делать снимки и откатываться к ним, восстанавливаться с них и так далее. Хватит для вступительной части. Нижнюю треть слайда рассмотрели, подготовились для того, чтобы немножко глубже копаться. Систем Ди лучше изучать самим, трогать, тыкать руками, смотреть, что там происходит. Очень сложная тема. Хорошо, что для ЛПика это не нужно, но мы с вами уже давно идем не просто по программе ЛПика, а так, чтобы в целом ориентироваться в Линуксе и как-то использовать эти знания потом в дальнейшем в своей работе. Я сделаю следующее видео, наконец, на тему Дивопса. Хочу очень сильно показать вам ту часть работы системного архитектора, наверное, которую выполняет Дивопс Инженер, когда работает с разработчиками, в силу того, что он как раз-таки знаком с инфраструктурной частью того, где крутится приложение. А пока давайте будьте здоровы, не болейте, все хорошо. Продолжение следует...